Приведение в нормативное состояние дорог и обеспечение безопасности дорожного движения является одними из приоритетных задач. Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустам Нургаревич Мениханова на дорожную работу города Казани в текущем году выделено значительное средство в размере 3,1 млрд. рублей, в том числе 500 млн. рублей на благоустройство дворовых территорий, 2,150 млрд. рублей на ямочный ремонт и восстановление изношенных слоев и ремонт основных магистралей, 2,2 млн. рублей на школьные маршруты и 168 млн. рублей на устройство поселковых дорог. Заказчиком дорожных работ города Казани являлось Республиканское учреждение Главтадо Транс. В целом, по итогам реализации вышеуказанных дорожных работ в текущем году отремонтировано более 2 млн. кв. м. казанских улиц и дворов. В комплексе работ по ремонту дворовых территорий отремонтировано 234 двора и 22 внутриквартальных проезда общей площадью свыше 240 тыс. кв. м. По итогам благоустроительных работ более 80 тыс. жителей ощутили на себе положительный эффект от выполнения мероприятий. Для автомобилистов обустроено более 3 тыс. дополнительных парковочных мест. Всего во дворах в рамках капремонта с 2011 года обустроено 21 тыс. парковочных машин и мест. Все работы во дворах осуществлялись при непосредственном участии жителей. Спорные моменты, связанные с устройством заездных карманов, уширением проездов, устройством зеленых зон, решались с учетом мнения большинства проживающих в том или ином доме. Работы велись с учетом требований по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения там, где это необходимо. В целях недопущения препятствий для таких групп на дорогах и тротуарах устраивались съезды. Во дворах 25 домов, таких как Лаврентьево 22, Железнодорожниково 23, Краснокошайское 92, 40 лет, Октября 15 и другие. Кроме ремонта асфальтобетонного покрытия, выполнено комплексное благоустройство с телами жильцов и жилищных управляющих компаний. На данных территориях проведены работы по озеленению, установке детских игровых комплексов, спортивного оборудования, скамеек. Реализация работ по благоустройству дворовых территорий в каждом районе завершилась в сентябре праздником дворов. В итоге, с учетом выполнения в текущем году программы с 2011 года по 2016 год, приведено в нормативное состояние асфальтового покрытия 1445 дворов, что составляет 48% от количества дворов, которые требуют капитального ремонта. Ремонт городских улиц. Весенний-летний период текущего года в рамках средств муниципального дорожного фонда города Казани, который составляет 53 миллиона рублей, в качестве временной меры по поддержанию дорожного покрытия в проезжем состоянии, для обеспечения безопасности проезда автотранспорта на основных дорогах города Казани, выполнен ямочный ремонт на площади 35 тысяч квадратных метров. В комплексе работ по ремонту и восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия городских улиц, на которые выделено из республиканского бюджета 300 миллионов рублей, выполнено 44 дороги на площади более 142 тысяч квадратных метров. В рамках данных работы отремонтированы такие улицы, как Центральная Мариупольская, Габишева, Шмидта, Вторая Юго-Западная, Лукнинского, Динмухаметова. По улицам Ноксинский спуск и Сибирский трак помимо ремонта проезжих частей обновлены существующие и обустроенные новые тротуары на площади 26 тысяч квадратных метров. По улице Айдарова вместе с ремонтом покрытия силами МУП метроэлектротранс выполнена замена полтора километра трамвайных путей. Трамвайные пути на данном участке не менялись более 60 лет и отработали 5 сроков своей службы. На всех указанных объектах износ асфальтобетонного покрытия составлял более 80% и по оценке жителей улицы имели самый высокий антирентинг в системе народный контроль. На приведение в нормативное состояние участков дорог с наиболее высокой плотностью движения в этом году из бюджета Республики Татарстан было выделено 1,8 миллиардов рублей. В комплексе работы отремонтированы улицы Оренбургский тракт, проспект Универсиада от въезда в город до улицы Пушкина, Горьковское шоссе, Арбузово, проспект Победы и Ямашево, Гвардейская, улицы Зорги, Мира, Космонавты, Братьев Касимовых, мост Миллениум и другие улицы. Быстрая стираемость дорожного полотна на данных участках обусловлена ускоренными темпами автомобилизации и, естественно, повышенной нагрузкой на дорожное покрытие. Так, с 2011 года количество автотранспорта увеличилось в полтора раза по городу Казани. В текущем году с целью повышения срока службы асфальтобетонного покрытия Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан заказчикам Главтодотранс было принято решение применения на особо интенсивных участках более прочного типа асфальтобетона. В связи с этим гарантийный срок службы на отремонтированной в текущем году дороги составляет 4 года. Благодаря совместной работе с заказчиком, администрациями районов, комитетом по транспорту ГИБДД города Казани, помимо замены верхних слоев асфальтобетонного покрытия, произведен ремонт ограждений, безопасности барьерных ограждений, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. В районе дошкольных и общевыразовательных учреждениях обустроены искусственные дорожные неровности. Отмечу, что в июне текущего года в рамках автопробега Москва-Омск журналистами канала «Россия-24» с привлечением специалистов и передвижной лабораторией «Росатом» была проведена оценка состояния дорог города Казани. Согласно проведенному в 13 регионах России обследованию, казанские дороги заняли второе место. Школьные маршруты. В этом году получила решение давняя дорожная проблема. Был проведен ремонт 20 дорог, по которым проходят школьные маршруты. Напомню, что в прошлом году по требованию ГИБДД было временно приостановлено движение двух маршрутов в поселке «Большие дербышки» из-за несоответствия дорог требования безопасности. Благодаря решению президента Татарстана из бюджета республики в 2016 году на проведение в нормативном состоянии школьных маршрутов было выделено 290 млн. рублей. В ходе совместной работы с Управлением образования Комитета по транспорту администрациями районов ГИБДД проведено в нормативном состоянии 118 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия школьных маршрутов. Построено 32 км сетей наружного освещения, установлено 13 остановочных павильонов и 600 метров ограждения безопасности, а также дорожные знаки «Лежачий полицейский». Работы по школьным маршрутам были завершены до начала учебного года. Поселки. В рамках обеспечения жилых массивов города Казани, в которых проживает 1,5 часть жителей столицы, в текущем году построена 51 дорога, в том числе на 43 дорогах покрытие уложено впервые. Усовершенствованные асфальтобетонные дороги на площади 131 тысячи квадратных метров появились в поселках Борисоглебской, Салмачи, Старые Горки, Аметьево, Ново-Июдино, Малой Дербышки, Малой Клыки, Залесный, Северный. Всего с 2011 года построено 263 дороги в 36 жилых массивах города Казани. По итогам реализации дорожных работ с 2011 года в целом по городу с учетом текущего года отремонтировано 10 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия, то есть почти каждый квадратный метр дорог. Сохранение объема дорожных работ в пределах 2016 года позволит поддерживать основные городские поселковые дороги в нормативном состоянии. В целях своевременной реализации программы дорожных работ на 2017 год в настоящее время совместно с администрациями районов ведется работа по формированию перечня объектов, подготовке дефектных ведомостей и смет на дорожные работы. Как и в прошлые годы, главным приоритетом при работе при выборе объектов программы будет оценка их состояния и обращение граждан, в том числе поступающих через службу народный контроль. Продолжение следует...